В Большом конференц-зале депутаты, госслужащие, юристы, студенты и школьники. Свободных мест нет. Открывая заседание, спикер парламента подчеркивает значимость Конституции, принятой на референдуме 12 декабря 1993 года. Благодаря ей страна сохранила целостность и государственность, обрела политическую, экономическую и социальную стабильность. У действующей Конституции было больше тысячи авторов. Один из них – ростовчанин Сергей Шахрай. Наша Конституция – это первая, которая не зацементировала то, что произошло. Она из хаоса, по сути, гражданской войны 1993 года, собрала новое государство, новую власть, новое общество. То есть, эта Конституция – первая в нашей истории реальная. Конституция закрепила защиту прав и свобод человека и гражданина, дала стране основные демократические правила жизни. Действующая Конституция работает уже при трех президентах Российской Федерации. Раньше было несколько по-иному. Законодательное собрание Ростовской области активно использует предоставленное Конституции право обращаться в Конституционный суд. Благодаря этому удалось разрешить ряд правовых коллизий и противоречий федерального законодательства. Нынешний спикер Донского парламента и лично принимал участие в историческом моменте. Мне посчастливилось 25 лет назад участвовать в Конституционном совещании, в заключительном заседании. И поэтому воспоминания об этом событии, они сопровождают меня всю и человеческую, и профессиональную жизнь. В любом случае, Конституция – это важнейший документ в жизни государства, общества и каждого человека, хотя, наверное, каждый из нас мало об этом задумывается. Дискуссия, посвященная 25-летию Конституции России, стала центральным мероприятием Дней правового просвещения в Ростовской области. Инициатор этого проекта – сенатор Ирина Рукавишникова. Мне очень приятно, что мы нашли возможность, и сегодня для всех дончан, всех тех, кто принял участие в нашем мероприятии, состоялось, конечно, замечательное, торжественное и очень значимое, и, мне кажется, памятное событие. Мария Индрикова, Тагир Фатахов, Дон-24, Ростов-на-Дону.